Новости с официального сайта rg.ru. Почему Израиль затягивает с началом наземной операции в секторе газа? Власти Израиля еще на выходных планировали начать наземную операцию в секторе газа, но ее проведение было отложено. Почему это произошло? Как написала газета The New York Times, операцию решили перенести на несколько дней из-за облачной погоды, которая затрудняет возможности израильских пилотов и операторов БЛА на поддержке наземных сил с воздуха. Кроме того, военным надо подготовиться к действиям в новых условиях. После обстрела в секторе газа появилось много руин. Однако это может быть лишь одной из причин и далеко не самой важной, ведь жители Анклава не смогли выполнить выставленный Израилем ультиматум и в 24 часа эвакуироваться на юг сектора газа из других его частей. Цахал никогда не останавливали возможные сопутствующие жертвы среди гражданских, если перед военными стояла задача уничтожить боевиков Хамас. Однако в этот раз погибших может быть так много, что Израиль рискует восстановить против себя весь мир. Арабские страны с самого начала эскалации Палестино-израильского конфликта требуют обеспечить безопасность палестинцев. На Западе, который в целом поддерживает власти Израиля, тоже проскакивают заявления о недопустимости повышения самоубороны. Во многом это связано с тем, что в странах Европы проживает много мигрантов с Ближнего Востока, и в случае массовой гибели жители Газы конфликт может перекинуться уже на территорию ЕС. Отдельно надо упомянуть ситуацию с заложниками. Речь идет примерно о 150-200 человек. В случае наступления армии и обороны Израиля их жизни окажутся под угрозой. И пока операция не началась, Цахал стремится выяснить, где они находятся, и проводить ради этого небольшие рейды, собирая информацию. Кроме того, в секторе Газа все еще остаются граждане западных стран, судьбой которых обеспокоены власти. Из-за блокады Анклава Израилем единственным местом, через которое они могут выбраться из зоны конфликта, является египетский КПП Рафах. Но он закрыт. Каир готов возобновить работу контрольно-пропускного пункта, если Тель-Авив перестанет блокировать поставки гуманитарных грузов в сектор Газа. Но даже при том, что Египет согласен пропустить только иностранцев и палестинцев, имеющих гражданство третьих стран, Израиль отказывается пойти на это. Американские СМИ со ссылкой на представителей правительства несколько раз сообщали о достигнутых договоренностях. Но каждый раз открытие КПП срывалось из-за позиции Израиля. Почему в этом так заинтересованы Соединенные Штаты Америки? Потому что в секторе Газа остаются порядка 500-600 американских граждан, которых Вашингтон стремится вызволить из-за блокированного Анклава. Там же находятся десятки европейских граждан, но у стран старого цвета нет рычагов воздействия на Израиль, в отличие от Соединенных Штатов Америки, которые являются его главным союзником. В этой связи надо обратить внимание на слова президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, который заявил в интервью CBS, что окупация Израилем в секторе Газа была бы большой ошибкой. Возможно, Байден изменит свою позицию после того, как посетит Израиль. Как стало известно, возможность такого визита в ближайшие дни прорабатывается властями двух стран. К тому же надо дождаться окончания турне по региону госсекретаря Энтони Блинкина, который пытается удержать соседние страны от помощи палестинцам. Еще одним фактором может быть позиция Ирана, власти которого требуют прекратить наносить удары по сектору Газа, предупреждая, что продолжение эскалации грозит привести к распространению конфликта на весь Ближний Восток. Опасность такого развития событий возрастает в связи с обстрелами Израилем, территорией Ливана, Сирии, хоть и в ответ на обстрелы Хазбалы и других группировок противников Израиля. С учетом того, что в последнее время позиции Ирана в регионе усилились и Тегеран примирился с Эрриядом, просто отмахнуться от этих предупреждений нельзя. Напишите свое мнение в комментариях.